Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Островок безопасности или добро пожаловать в Беларусь? В страну за два с половиной месяца прибыли 27 тысяч украинцев. Я надеюсь, что все здесь получится и вообще я рассчитываю здесь остаться. О чем молчат глаза? Летняя подработка. Школьникам предлагают провести каникулы с пользой. За пять рабочих дней я смог заработать около 100 рублей. Как начать копить на мечту? В спорте только медики. В Бабруйске прошел турслет среди работников здравоохранения. Данная ситуация после ковида позволила нам, наконец, более сплоченно собраться коллектива. Что на кону? А также новый налог, главное испытание и холодная среда. В Беларуси обещают ночные заморозки, когда наступит купальный сезон. Второй дом. В страну за два с половиной месяца прибыли 27 тысяч украинцев. Наша страна уже не в первый раз становится приютом для переселенцев. Многие облили счастье в Бабруйске. Здесь беженцам оказывают максимальную помощь в поиске жилья и работы. Продолжит тему Карина Гуревич. Сейчас Людмила Старцева гуляет по уютному Бабруйскому парку, но буквально несколько месяцев назад еще находилась в родной Одессе. Переезжала одна и налегке. С собой только самое необходимое. Даже за любимыми цветами попросила присмотреть соседку. Муж с сыном давно уехали из страны на заработки. В Украине, признается женщина, с этим большие проблемы. Я планировала ехать в Европу, но там, прожив два дня, я не прижилась. Я поняла, что это не мое. Я не справлюсь. Я языка не знаю. И литовцы не принимают украинцев. Квартиру снять невозможно. Они отказывают. С работы тяжело. Здесь у меня живут родственники. Родной брат моего отца, то есть женой. И вот я приехала к ним. Они меня пригласили, я приехала к ним. Людмилу встретили с распростертыми объятиями прямо на въезде в страну. Пограничники удивлялись своим профессионализмом и приветливостью. Уже в Бобруйске женщина сняла квартиру и устроилась на работу в троллейбусный парк. На каждом этапе ей подсказывали и направляли. А это дорогого стоит. Украинка рада, что наконец может чувствовать себя в безопасности. Прошла медкомиссию тоже в каждом кабинете. Все врачи хорошо относятся, вежливо. Нет приближения, как у нас в больнице. Если ты приходишь, у нас сильное пренебрение. Ты прямо чувствуешь это. Здесь я пришла. Мне приятно даже, хотя по больницам ходить неприятно. Мне было приятно, честно сказать. Я шла на легкие, была в настроении. Наталья Назипова до последнего не хотела покидать Луганск. Но обстановка накалялась с каждым днем. И женщина приняла решение уехать из Украины. Выбор пал на островок безопасности в центре Европы. Здесь встретили как свою, и Бобруйск уже успел стать вторым домом. Нам сразу откликнулись, приветливо нас встретили. Значит, продуктовый набор нам дали. Много вещей, очень много можно выбрать. Я надеюсь, что все здесь получится. И вообще я рассчитываю здесь остаться, если честно сказать. Мне очень нравится город Бобруйск. Это великолепный, чистый. Это просто я без ума. А какие молочные продукты здесь. То же самое. Очень вкусные. Когда связь пропала, семья Ольги Ткачек находилась порознь. Женщина осталась с 11-летней дочкой. А муж и старшая девочка были далеко. Потом они и вовсе эвакуировались из Мариуполя. Почти месяц спустя родные воссоединились и решили покинуть Украину. Бобруйск обеспечил миром и спокойствием, в котором они так нуждались. Нас встречали наши родственники, привезли нас сюда. Потом ребенком у него 11 лет, пятый класс. Школу нас взяли без проблем. То есть, плюс директор школы обещал помочь с работой. Помог нам Красный Крест. Хорошо очень уже. Предоставил продукты и вещи кое-какие. Беларусь открывает свои двери для тех, кто в этом нуждается. С конца февраля в республику прибыли уже 27 тысяч украинцев. Поддержка – меньшее, на что могут рассчитывать мигранты в нашей стране. Когда кому-то нужно протянуть руку помощи, здесь не имеет значения, свой ты или чужой. Ну а для беженцев минуты отчаяния единственным приоритетом становится мирное небо над головой. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Город будущего. В Бобруйске продолжается обсуждение проекта стратегического развития до 2035-го. В зале отеля «Турист» собрались представители промышленности, бизнеса, медицины, образования, идеологии, архитектуры. Каждый вносит свои правки и предложения. Задача – добиться экономического роста, социальной интеграции и охраны окружающей среды. Мы обсуждали различные вопросы, как двигаться дальше, какие вызовы сейчас есть, как с ними бороться. Бобруйск – многоотраслевой город и развитая промышленность, социальная сфера, образование и так далее. Все эти вопросы поднимались, дискутировались, как это посмотреть, спрогнозировать, как город будет развиваться и что для этого необходимо. Создатели планируют представить уже готовый проект ко дню города. К слову, Могилевская область первая среди всех регионов подписала стратегию устойчивого развития до 2035-го. Продленный срок, морозный май и белорусский бренд. В стране увеличится выпуск импортозамещающей продукции. Кто в приоритете? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С 2023-го в республике ведут налог на профессиональный доход. Он заменит подоходный, плюс в него включат отчисления на пенсию. Нововведение существенно облегчит процедуру налогообложения. Кроме того, 60% от суммы пойдут в бюджет фонда социальной защиты. В этом году Беларусь выпустит импортозамещающей продукции на 25 миллиардов долларов. Приоритете машиностроение, деревообработка, нефтехимия, приборостроение. Финансировать разработки будут совместно с российской стороной. В банках на эти цели появятся льготные кредиты. Регистрация на ЦТ продлится до 1 июня. Абитуриентам разрешается сдать 4 из 11 предметов. Напомним, в этом году изменится условие главного вступительного испытания вуза. В первую очередь увеличится время для прохождения математики и физики. Тайминг составит 210 минут. Для предпринимателя, который торгует продуктами на рынках и ярмарках, до 2023-го продлили 40 работ и без кассы. Напомним, в январе расширили список тех, кому необходимо платежное оборудование. Среди них магазины с площадью больше 200 квадратов. В Беларусь обещают ночные заморозки. Температура на поверхности почвы опустится до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 18 тепла. В прогнозе также кратковременные дожди. Ветер северный порывы до 14 метров в секунду. Повод закалиться. Бабручанам начали отключать горячую воду. У жителей микрорайонов с 1 по 4, а также западного, Киселевич, Северного, Молодежного и авиагородка холодный режим продлится до 19 мая. На Батова, Секорского, Энергетика, Вшиной, проспекте строителей бульваре Приберезенском и прилегающим к ним улицам горячей воды не будет до 22 числа. С подробным графиком можно ознакомиться на сайте Бабруйского госполкома. Работы будут продолжаться все лето. Накопить на мечту бабруйской молодежи предлагают официальное трудоустройство как на лето, так и на весь год. В списке больше 600 вакансий. От ремонта мебели до пошива одежды ждут ребят от 14 лет. Об ответственном выборе Ольга Васенда. Владимир Голуб в свои 15 хорошо знает цену деньгам. И еще с прошлого лета на карманные расходы он зарабатывает самостоятельно. Эти каникулы парень тоже проведет с пользой. Сборка, разборка, ремонт школьной мебели – все это под пристальным вниманием учителя. Я познакомился с очень интересными ребятами, набрался очень много опыта по сборке и разборке мебели. За 5 рабочих дней я смог заработать около 100 рублей. 16-летняя Валерия Антонович учится в технологическом колледже. Подработка швеей для нее еще и отличный способ набраться опыта для будущей профессии. Девушка делает раскройку ткани, обрабатывает внешние швы, прошивает строчки рубашек. За одно изделие обещают 25 рублей. Я сейчас работаю на вторичной занятости. Я решила поработать, потому что у меня было свободное время. Мы работаем каждый день, кроме субботы и воскресенья. Суббота и воскресенье у нас выходные. Мы приходим после пар, но это приблизительно с 4 до 6 мы работаем. За 2 часа мы можем с легкостью сшить полностью рубашку. Официальное трудоустроиться в нашей стране подросток может уже с 14. Приоритетное право у ребят из неполных, многодетных, малообеспеченных семей. А также у тех, кто состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Чтобы получить направление на работу, нужно зарегистрироваться в органах по труду. С собой достаточно взять паспорт и справку об обучении. Процесс займет 15 минут. Перед встречей с нанимателем стоит проверить пакет документов. В нем медицинская справка, заявление о приеме и трудовая при ее наличии. Ребятам от 14 до 16 нужно заручиться письменным согласием одного из родителей. При трудоустройстве наниматели заключают с учащимися срочные трудовые договоры. Запись о том, что учащиеся принимали участие и работали в рамках временной трудовой занятости, заносятся в трудовые книжки. Планируется, что в 2022 году временная занятость молодежи будет организована в 25 учреждениях города. Первое рабочее место учреждения образования города готовы предоставить больше, чем 600 учащимся. За подробностями можно обратиться по телефону 72-04-93 или по адресу Гоголя-7. Здесь обеспечат молодежь перспективными планами не только на лето, но и на весь год. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Вместо белых халатов – спортивная форма. В Бобруйске прошел областной турслет среди медработников. За медали боролись 12 команд из шести городов. Это Бобруйск, Могилев, Быхов, Чаусы и Шклов. Больше ста участников соревновались в трех видах спорта – дарцы, легкой атлетики и пляжном волейболе. Данная ситуация после ковида позволила нам, наконец, более сплоченно собраться коллектива, получить заряд энергии, бодрости, хорошего настроения, ну и принести это все в коллективы, которые вернутся люди с хорошим настроением, надеюсь, после этих выходных дней. Такие спортивные встречи среди работников здравоохранения – хорошая традиция. В этом году санаторий имени Ленина стал площадкой для турнира. К слову, посвящен он году исторической памяти. Следующая в списке у медиков – Спартакеада. Запланирована она на 2023-й. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok